Давайте выслушаем одну пожилую женщину, которая пришла сюда с десятиной. И поговорим об этом буквально две минуты. Народ Божий, Эммануэл, Бог с нами. Меня зовут Каролайн Алведе. Мне 64 года. Я бывший учитель из штата Баэльса. Нигерия. Я пришла сюда, чтобы засвидетельствовать благость Божью в моей жизни. Я вошла на пенсию 22 июня. И мне должны были начать платить пенсию. Но этого не происходило, и я продолжала молиться на протяжении двух лет. В марте этого года я начала смотреть Эммануэл Тиви. Я видела благость Господа, как Бог Тиви Джошуа помогал людям в достижении их целей. И с марта этого года я решила изменить свою молитву. До этого, когда я просила своих пасторов поддержать меня в молитве, они говорили, что помимо молитвы я должна платить десятину. Но в этом марте я стала молиться по-другому. Каждый раз, когда Человек Божий молился, я смотрела Эммануэл Тиви каждое воскресенье. Сама я была рождена в англиканской общине. Но с этого марта я начала молиться вместе с Человеком Божьим. Я говорила, Бог тебе, Джошуа, если ты сделал это для других людей, ты также явишь свое благоволение и мне. Я прикасалась рукой к экрану и молилась вместе с Человеком Божьим. И через две недели мне позвонили из Министерства Финансов и пригласили в столицу. Я спросила, это по поводу пенсии? Мне сказали, да. Братья, я не могу выразить ту радость, наполнившую меня в тот день. Я сказала, спасибо, Господь, я поеду в Лагос, чтобы почтить Бога Десятиной. И сегодня я здесь, с пятьюстами тысяч найра, чтобы выразить признательность. Можете представить? Да, об этом говорит Библия. Но мы, люди Божьи, должны также сверять буквы Писания со Святым Духом, в свете Слова Божьего. Посмотрите на эту пожилую женщину. Мы должны брать таковых на попечение. А представьте, что такой человек, как я, возьмет у нее деньги в виде десятины. В то время, как мы должны кормить эту женщину и являть заботу по причине ее возраста. Но люди хотят следовать тому, что говорит Библия. Десятина. В ситуации, подобной, как с этой женщиной, мы, люди Божьи, должны понимать суть этого. Мы пастора. Десятина. Да, об этом написано в Библии. И мы платим десятины. Но надо пояснить значение десятины. О том, как вы берете десятины со вдов и стариков. Помните, она перестала работать. Она нуждается в нашей заботе до конца ее жизни. Она не только мама этой молодой женщины. Она также и мама всем. Она моя мама также. Поэтому, когда они приносят нам деньги, мы должны наставить их, а не брать их в виде десятины. Сколько ей будут платить Министерство финансов, чтобы обеспечить ее? Это мы должны заботиться об этом. Поэтому я дам ей 500 тысяч наиро. Я доложу 500 тысяч наиро, чтобы получился миллион. Она принесла десятину на 500 тысяч. А я дам ей свою десятину, чтобы стал миллион. Как я сказал, она моя мама. Поэтому, касающаяся ее, касается и меня. Я служу ей. Послушайте, собрание. Позвольте к вам обратиться. Вы готовы выслушать? Когда Бог призывает вас, когда Бог призывает мужчину или женщину на такой труд, то все, что мы едим, все, чем он или она пользуется, все нужды в их пути будут обеспечены с избытком. Потому что Бог желает почтить своего помазанника. Когда служитель начинает зависеть от вашей десятины, знайте, он не служитель Божий. Запомните, когда служитель Божий становится зависимым от ваших даяний и приношений, и он хочет быть в курсе, сколько приношений поступает в церковь, то знайте, это он сам себя призвал, а не Бог. Да, написано, что вы должны делать приношения для Дома Божьего, и это очень важно. Также и десятины надо приносить в Дом Божий. Но служитель, призванный Богом всемогущим, абсолютно все его нужды не должны зависеть от ваших приношений, от того, платите вы их или нет, много ли вы платите или нет. Это между вами и вашим Богом. Он может не знать и 90% из тех, кто обеспечивает его пропитание. Они даже могут не являться членами его церкви, но быть членами церкви на расстоянии, так, что он даже может не знать их в лицо. Кого-то из них он может знать, а большинство нет. О каком мире в сердце можно говорить, когда человек Божий становится зависимым от ваших приношений, даяний и десятин. Ему конец тогда. Тогда они начнут вам указывать, куда и как идти, где и как молиться, звать на освящение дома. Алло, пастор Тиби Джошуа, я построил дом, и я хочу, чтобы вы пришли на его открытие. И он не может сказать нет, потому что вы – источник его доходов. Понимаете? Ему не будет покоя. И эти деньги на 90% от мирских невежественных людей. Я говорю, 90% мирских людей – это невежды и гордецы. и Господь не хочет, чтобы его служитель становился служителем денег, чтобы имел двух господ, которым он служит. Итак, вот почему, когда наступает время приношений, вы видите, что я ухожу. Я просто молюсь за вас, чтобы Бог сказал, что вам делать. Деньги бывают препятствием пробуждения. Пробуждения происходили бы по всему миру, но деньги препятствуют этому. И они – корень всех зол. Сами по себе деньги – это хорошо, но любовь к ним – это зло. Итак, мама, позвольте. У вас есть еще и сын. Это ваша единственная дочь. Вы больше не одна дочь у этой мамы. Заботьтесь о ней, а после служения я увижусь с вами. И дайте маме 500 тысяч наирок, чтобы у нее был миллион. Благослови вас Бог. Я благодарю Бога. Спасибо, Иисус. Присаживайтесь, мама. Не стойте из-за денег. Не стойте ради денег ни по какой причине. Стойте для Бога. Хорошо? Сидите. Итак, мы будем заботиться о вас. А это послание для всех служителей по всему миру. Когда мы берем десятины, мы не должны знать, от кого они приходят. И когда мы берем их, не заставляйте никого. Это между ними и Богом. Ведь не от них зависит, откроются ли для вас двери благословений. Оставьте это Богу. Не вы же открываете двери благословения. Зачем тогда вам заставлять кого-либо? Если кто-то не дает десятину, это между ним и Богом. Он ничего от Бога и не получит. А если дает, то получит. Но вам-то зачем в это вмешиваться? Они дают это Богу. Поэтому осторожней. Пусть каждый будет ведом Богом. Итак, спасибо, мама. Спасибо, человек Божий. А вот есть брат, который хочет благословить маму. Вы с ним встретитесь потом. Спасибо. Итак, пожалуйста, давайте поклоняться даятию денег, а не денег. Скажи это соседу. Сегодня мы поклоняемся деньгам, оставив даятия. Деньги контролируют нас. Говорят нам, где жить. Когда вы богаты, вы живете в больших квартирах, среди богатых людей. Вы уезжаете оттуда, где вы жили, потому что вы хотите жить там, где живут богатые люди. Деньги диктуют, где вам жить, что есть, где и как спать, что сказать, как молиться, что носить. Вместо Бога. Даятия этих денег. Редактор субтитров А.Семкин